Всем привет, друзья! Вы на канале LoLGPlay, с вами LoLGravity, и мы продолжаем прохождение Very Little Nightmares. В прошлый раз мы остановились возле какого-то генератора с большим рубильником, и я думаю, что нам его нужно как-то включить, потому что тут есть соседняя комната, вот эта, и здесь темно, и наверное нам нужно включить свет, чтобы понять, что там вообще есть. Может, там есть что-то полезное, что нам может помочь продвинуться дальше. Но у меня есть подозрение, что нужно как-то определенным образом включить эти рубильники, потому что просто все включить, то ничего не получается. Я просто ударяю током. Скорее всего, нужна какая-то комбинация. Я сначала думаю, что по цветам, но провода, которые подходят к большому рубильнику, они все одинакового цвета. Так что нам нужно найти какую-то подсказку или какой-то способ включить их безвредно, чтобы нас не ударило током. Вот, я ничего не нашел. Единственное, что оставалось, это... А-а-а... А-а-а... Получается, вот эта схема... Ну да, получается, вот эта схема, это и есть схема к рубильнику. То есть, нужны маленькие рычки. Получается, два... Нижних нужно выключить. Точнее, два, которые посередине. А, да, вот один уже включен. И крайний левый нужно включить. Все равно искрит. Получается, наоборот, нужно выключить. А те, которые посередине, их нужно включить. А, все. Рубильник перестал искрить. Странно, хотя там немножко по-другому на схеме указано, но ладно. Так, генератор... А, я думаю, что тут прям генератор заработает. Ну ладно. Хотя, да, если рубильник что-то включает, наверное, генератор где-то уже работает и так. Теперь тут должен включиться... Да, здесь включился свет. И тут у нас... А что-то у нас интересного? На первый взгляд, ничего особенного. Ой. Чубрика облили водой. Он, наверное, куда-то убежал, и мы сможем с помощью него что-то сделать в очередной раз, как это было с дверью. Только вот куда он убежал? Ну, сейчас найдем его. Ну, тут только сюда мог он убежать. Да, вот он. Значит... Нет. Может, все-таки вот сюда? Нет, отсюда никак не допрыгивает. А, стоп! Может, нужно просто дверь закрыть? Текс. Я так и знал. Привет, дружок. А что с ним дальше-то делать? А, наверное, нам нужно какую-то печку открыть или что это? Докинуть его сюда? Хе-хе. Это забавно. Ладно. А, это отсек с мусором. Кстати, как раз-таки в полной версии... Аж почему никуда не идет. Там тоже была глава, где куча мусора, и там какие-то существа ползали в этом мусоре. Да, прям как здесь. Ой. Только-то здесь мусор, а там была куча всяких разных ботинок. А почему он поворачивается? О, нашел куда-куда продвинуться. Хорошо, значит, нужно добежать дальше куда-то левее. Да залазь ты, блин! Так, отлично. Второй чиппоинт. А, есть два положения. Не-не-не-не-не, обратно-обратно. Блин. Блин. Я понял. Нам нужно будет вернуться туда. Ого. Я не совсем вижу, что нам нужно делать дальше. То есть, нам нужно провернуть этот пропеллер. А, все дошло. Нужно поднять. Нужно поднять этот грузик. Для этого нам нужно пройти вправо. Точно. Зацепить крюком грузик, поднять его. И потом это будет часть пути. Отлично. Опускаем грузик, чтобы сломалась вторая лопасть. Ну, блин. А, ну да, точно. Я, конечно, немножко по-другому задумывал. Но ничего, главное, что я... У меня все получилось. Так, а теперь нужно еще на вот эту тележку залезть. А, теперь мне нужно... Так, ну вроде все, убежал. Ой. А, можно было перепрыгнуть. То есть, ведро нам нужно скинуть вниз, чтобы упасть на него безопасно. Или мы можем так скатиться? Да, ну да, вроде нормально все. Зачем тогда это ведро? Пока что... Так, стоп, а что? А дальше со мной что делать тогда? Куда нам дальше идти? И ведро явно катается не просто так. Хорошо, нам нужно его как-то скатить. А это ведро никак не толкается. А, толкается. Хорошо. Значит, с помощью этих двух ведер нам нужно что-то сделать. Но тут уже просто без вариантов. И теперь мы можем благополучно столкнуть его вниз. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, дружище, нет. Ты же так накольешь свои деревяшки. Теперь. А, ну все, теперь мы можем взбираться как по лестнице. Главное, чтобы нам на голову что-нибудь не свалилось. М-да. Я понял, почему я только сейчас это понял. Короче, каждый раз, когда что-то падает большое, перед ним падает что-то маленькое. Да, все, что падает, это все-таки рандом. Ух, наконец-то успел. Наконец-то я забрался наверх. Очередной маленький гном, который на самом деле не гном, а гриб. Я немножко почитал про лор игры, или я уже говорил об этом в прошлых сериях. В общем, это не гномы, хотя очень похоже на гномов в таких забавных шляпках. Но по сути это что-то похоже с грибами. Короче, это какие-то маленькие грибные чубрики. Гигантская свечка. Блин, никак не открывает эту штуку. Ну или хотя бы как-то разобраться, что с этим сделать. Здесь тоже ничего интересного. Блин, вообще я бы подумал, что... Ну, я так и подумал, что нужно забраться на эти коробки и через них полезть через вентиляцию. Но тут почему-то не срабатывает. О! Там были какие-то значки на стене в той маленькой комнате со свечой. И там были крестики. Возможно, это какая-то комбинация, которую нужно нажать. Так, сначала крестик посередине, потом крестик слева, два раза крестик справа и еще раз крестик слева. Ну что ж, попробуем. Сработало. Забавно. Мне кажется, что это какая-то опасная комната, потому что она очень по-бытовому как-то выглядит, слишком светлой, как будто бы здесь очень часто бывают эти огромные чуваки, поэтому немножко страшно. Есть ощущение, что в любой момент может прийти один из этих здоровяков. и это все. То есть больше ничего не могу сделать пока что. Ладно. О, точно. По книгам же можно забираться. Или что? Это стопка вещей. В Литл Найтмейерс, я помню, забирался наверх с помощью книжных полок и книг. Да, никак, значит. Может, мы можем на вешалку запрыгнуть? Да, никак. Ну не просто же так он сюда залез. Точнее, она. Она. Точно. Это же шестая. Ладно, пойдем обратно вниз. Попробуем что-нибудь еще поюзать. Сюда никак. Это определенно какая-то кнопка. Это не просто так. Хм. Но пока это нам ничего не... О! О, я, кажется, понял. Нет, не понял. То есть, она туда просто заглядывает. Ладно. Так сюда все-таки можно залезть. Ну, может, получится дверь открыть с помощью этой проволоки. Нет, дверь тоже не получается открыть. Скорее всего, нужно что-то достать или подцепить с помощью этой проволоки. А, нет. Мы можем что-то сделать с этой коробкой. Ага. Фонарик. Штука, напоминающая батарейку или... Не знаю, может, это какая-нибудь пробка или конденсатор. Конденсатор. Предохранитель. Нам его нужно поставить в печку. Одну штуку, которую мы вытащили, она была без белой подсветки. А вот эта с белой подсветкой. Ага. Что-то заработало. Ясно. Теперь у нас... Возможно, получится запрыгнуть на вешалку. Ой, это что такое? Может, как-то можно вот эти предметы снимать сверху? Давай, лезь. А ты чего не лезешь? Давай, лезь. Угу. Получилось. Но это пока что все, что мы можем. И значит, нам нужен какой-то предмет, который мы сюда положим на эту педаль и, соответственно, переместимся в следующую комнату. Ах, у меня появилась мысль. Да ладно. Вот так просто. Их, я надеюсь, успею в этот... Нет, придется подождать. Ну ладно. Давай, прыгай. Фух. Это тот чел, который держит руку, точнее, голову в руках. Какая жуть. Ладно, друзья, на этом мы закончим. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok